Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет с Божьей помощью мы приступаем к изучению книги Иова. Книга Иова – это одна из таинственных книг Священного Писания. В смысл которой пытались проникнуть самые разные истолкователи, экзегеты, как Ветхозаветной Церкви, так и Церкви Новозаветной. Главный вопрос, который ставит перед нами эта книга – почему страдает праведный и почему благоденствует нечестивый? Почему Господь попускает верующим жить значительно хуже, чем неверующим людям? Если говорить о тех истолкованиях, которые есть на эту книгу, самое авторитетное истолкование – это морали на книгу Иова, автором которых является Григорий Великий, святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский. Но это настолько объемное произведение, что на русский язык оно так и не было переведено целиком. Мы имеем также толкование святителя Иоанна Златоуста на эту книгу и других авторов. Первая глава этой книги рассказывает с 1 по 5 стих о том, как благочестив был Иов и какое полное благоденствие было у него как награда за его благочестие. С 6 по 12 стих говорится о причине, о внешней причине страданий Иова. И с 13 по 19 стих рассказывается о самих бедствиях, которые постигли этого праведного мужа. Иов – это тот страдалец Божий, на глазах которого погибла его семья. Иов – это таинственная фигура, таинственная личность. И спор о том, кем был Иов, он продолжается до сих пор. Что говорится в самой Библии об этом человеке? В ветхозаветном понимании, как сказано в книге Ездры, «Спасается людей, как капля против волны». То есть спасается только капля, а целая волна – это погибающая. Причем Ветхий Завет установил даже диаметр этой капли, что речь идет только о трех людях. Это Ной, праведный Ной, это пророк Даниил, и это Иов многострадальный. Только они трое в понимании Ветхого Завета могут спастись своим благочестием, но при этом они не смогут спасти никого из своих родных и ближних. Это книга пророка из Акииля, 14 глава, с 12 по 20 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною вероломно, отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа – Ной, Даниил и Иов, то они праведностью Своею спасли бы только свои души», – говорит Господь Бог. Или, если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимой, то сии три мужа среди нее – живу я, говорит Господь Бог – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они, спаслись бы, земля же сделалась бы пустынью. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, «Меч, пройди по земле», и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее – живу я, – говорит Господь Бог – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. «Или если бы я послал на ту землю муровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее – живу я, – говорит Господь Бог – не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души». Вот такое значение имеет страдалец Иов в глазах Божьих наряду с пророком Даниилом и наряду с праведным Ноем. Причем мы помним слова Христа, который говорил, что как было во дни перед потопом, то есть во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Даниил являет пример, пророк Даниил, Божьего человека, живущего в окружении врагов. А Иов являет пример, как переносить страдания. Последние времена будут как перед потопом. В последние времена мы все будем живущими, как среди врагов, когда Антихрист воцарится в этом мире. И нам потребуется терпение Иова многострадального. Как и Христос говорит, что претерпевший до конца спасется. Книга Иова начинается словами «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла». В толковой православной Библии говорится «Раскрываемая в начальных пяти стихах при помощи конкретного примера жизни Иова общая мысль о соответствии благочестия земному благополучию начинается характеристикой религиозно-нравственной жизни главного лица этой книги. Непорочный, то есть цельный, преданный всем сердцем Богу и добру. Таким был Иов. Иов был безупречен в данном отношении, что подтверждается его справедливостью и истинностью. Это по-славянски истинностью. Соответствием мыслей, делам. То есть цельный человек, он не просто проявляет справедливость, истинность. то есть его мысли имеют выражение в его делах, а его дела являются продолжением его мыслей. Здесь нету такой двойственности, которую, например, в себе обнаруживал даже апостол Павел, когда говорил, чего не хочу делать, то делаю, чего хочу делать, того не делаю. Что означает земля Уц? В Писании в книге пророка Иеремии 25-20 упоминаются цари земли Уц, и в книге Плач Иеремии 4-21 уточняется дочь и дома населяющие землю Уц, а Уца мы находим и среди сынов Эсафа, сказано Уц и Аран, это книга Бытия 36-28. Таким образом, мы можем предположить, что этот человек Иов, муж праведный из земли Уц, был из потомков Авраама и сынов Эдома, то есть потомком Исафа, сына Исаака, внука Авраама, то есть его связь с Авраамом была через злодея Исафа, который противостоял все время Якову. Но даже имея такую связь с праведным Авраамом, он сумел восстановить то лучшее, что получил от него, несмотря на то, что он происходил от Авраама через нечестивого Исафа, Едома. Итак, мы просчитали, что Иов был этот человек непорочен, справедлив. Что это значит, как не то, что он признавал своего Творца и служил ему, исполняя заповеди, которые открывались для него в его сознании. Он был цельным, прямым, то, что переведено по-славянски как истинностью наполнен, и он сторонился зла в отношении с другими людьми. Таким образом, этот праведный муж предстает перед нами как служащий Богу служением собственного сердца. И вот такое служение является корнем всех добродетелей, когда человек подчинил свое сердце своему сознанию и мир чувств под полным контролем его сознания, а сознание руководствуется заповедями Бога. Это и наличие богобоязненности, в некотором смысле такими были и его товарищи, его друзья, хотя они не во всем оказались такими успешными в рассуждениях, как сам праведный Иов. Богобоязненность означает удаляться от зла. Бояться Бога означает то, чтобы всякое доброе дело, которое необходимо совершить, не оставалось бы без нашего сердечного, трепетного внимания. депутствие. И еще Соломон Премудрый говорил, это книга Экклесиаста 7.19, «Кто Бога чтит, тот ничем не пренебрегает». Что значит «ничем не пренебрегает»? То есть для него нету мелочей. Он чтит Бога не только устами, но и всеми своими действиями. Для него его религия – это прежде всего образ жизни. И апостол Павел писал о том, что нету мелочей в жизни духовного человека. Это его известные слова «малая закваска квасит все тело». Если в чем-то мы окажемся неверны Богу, то это может как бы вывернуть нас целиком наизнанку. Святитель Григорий, как я уже сказал, самый искусный экзегет этой книги Григорий Двоеслов, Папа Римский пишет «Говорится, что этот святой человек проживал там, дабы явить важность его добродетели. Кто не знает, что Уц – это земля язычников, язычество же, опутанное множеством пороков, появилось после того, как люди отвергли своего Творца. Следовательно, он может упоминаться проживающие там, чтобы он удостоился похвалы за то, что был добрым среди злых». Действительно, он упоминается проживающим там, среди язычников в земле Уц и при этом называется праведным, являя нам пример, как сказано в Новом Завете, когда свет во тьме светит и тьма не может погасить его. И далее мы читаем о нем, об Иове, это уже второй стих, первой главы книги Иова, «И родились у него семь сыновей и три дочери». Святитель Григорий предлагает такое объяснение. Это его морали на книгу Иова. Множество детей не побуждало его к лихаимству, хотя очень часто обилие потомков побуждает сердца родителей к жадности, ибо тем большее возгорается стремление к собиранию наследства, чем многочисленнее наследники, следовательно, ум блаженного Иова был настолько свят, что он был назван праведником, хотя и явился отцом многих детей. В начале книги сказано, что он всегда ревностен был в приношении жертв Богу, и после сам упоминает о своей готовности благотворить. «Давайте представим, какую твердость показал тот, кого даже такое множество наследников не преклонило к жадности, сопровождающий все, что связано с наследством». Действительно, для людей, у которых очень много детей, казалось бы, естественное и справедливое желание каждому что-то передать. Но это никак не развратило сердце праведного Иова. Это был муж по сердцу Бога, который одинаково хорошо относился ко всем людям, как к своим родным и близким, так и к чужим. И если для кого-то множество детей, это повод замкнуться в эгоизме собственной семьи и не выходить за пределы этого эгоизма для благотворения Иов этого не дел. В преданиях Востока он был человеком, который подобно Аврааму принимал странников, которые охотно приходили к нему в его шатер. Причем предание настаивает на том, что у него был шатер поставлен таким образом, что было несколько входов. Центральный вход – это через который нуждающиеся люди приходили к нему. Но был вход для богатых людей, которые почему-то обнищали, но стыдились становиться в общую очередь с теми, которые родились нищими. Их тоже с пониманием принимал праведный Иов. И мы читаем третий стих. «Имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги, и был человек этот знаменитие всех сынов Востока». То есть настолько он был богатый человек, что весь Восток знал о нем. Конечно, он не был царем, он не был фараоном, но он был благотворителем и меценатом, который помогал многим людям, потому что цари и фараоны иногда замыкались в своем достатке и довольствии, наслаждались собственным гидонизмом и не замечали проблем других людей. Итак, мы прочитали, что он был знаменитие всех сынов Востока. Это указывает на то, что его землей была Кедем. Кедем – это передняя земля, и это возможно Харан, как сказано, и пошел он на землю сынов Кедема, это Бытие 29.1, или же само слово Кедем означает Восток, как сказано на Восток, на землю Кедем, Бытие 25.6. Согласно сказанному, что земля Уц относится к Дому, его земля была северной, но это не значит, что он не может жить близ Харана. Тогда люди вели очень подвижный образ жизни, как и сейчас, у каждого есть своя малая родина, там, где он родился, вырос, и потом человек он двигается в разных направлениях. Святитель Григорий Папа Римский в своих моралиях на книгу Иова пишет, «Иов владеет значительным богатством, но не привязывается к нему. Мы знаем, что большие убытки подвергают ум большим страданиям. Какое же великое множество добродетелей явил Иов, ибо, имея огромное богатство, он все без сожаления потерял впоследствии. Действительно, потеря имущества не сопровождается переживаниями и болью лишь тогда, когда нет к нему сильнейшей любви и сильнейшего пристрастия. Да и сама наша жизнь земная, плотская, в момент смерти, когда мы будем ее терять, в зависимости от того, насколько сильны у нас плотские привязанности или они ослаблены религиозностью, для кого-то это будет ужасно, а для кого-то свободное освобождение от трудностей плотского существования. Итак, мы видим, что богатство и достаток ни в коей мере не повредили этому человеку, потому что он знал временный характер всего того, что он имел, всего того, чем он обладал. И Христос учит нас прежде всего богатеть в Боге, как сказано, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Что значит богатеть в Боге? Это означает прежде всего собирать сокровище не на земле, где, как учит Христос, воры подкапывают и крадут и моль и ржа разъедает. А надо собирать себе сокровище на небесах. Это добродетельное деяние, которые в избытке были у Иова, а на небесах воры не подкапывают, не крадут, моль и ржа не разъедает. И где подлинное сокровище наше, или это добродетель, или это деньги, там будет и наше сердце. Поэтому очень важно соединять свое сердце с тем, что постоянно, которое не истребляется от употребления, не сливает от употребления, не портится, а это добрые поступки. 4 стих сообщает, «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Что означает это выражение «делая пиры, каждый в своем доме в свой день?» речь идет о действии, которое повторялось. Они делали это время от времени, желая пировать, или же пир устраивали один раз в году, но невероятно представляется, чтобы они в пирах проводили все свои дни, а их отец им не возражал. И для чего ему было освящать их и приносить за них все сожжения, если на следующий день они вновь обратятся к своей прежней глупости? Что это значит? Может быть, раз в году они начинали такие пиршества и сначала собирались в доме одного брата, потом в доме другого брата, третьего, и так до семи встреч. Иов видел проблему, их отец видел проблему в таких их корпоративах, как бы сейчас сказали бы. Потому что многие молодые люди, когда они участвуют в каких-то таких пирах, торжественных мероприятиях, где есть возлияние вина и так далее, они иногда теряют сами себя. Когда мы отмечаем Новый Год, и некоторые члены нашей семьи говорят, что они хотят с друзьями встретить Новый Год, мы всегда чувствуем опасность, когда наш ребенок покидает наш дом и оказывается в окружении чужих людей. Что значит чужих людей? Они не будут так бережно относиться к нему. Они могут проявить потребительское отношение к нему. Для них он может оказаться вещью. И это совершенно невозможно, если он в семье. И далее мы читаем пятый стих. «Когда круг пиршественных дней совершался, то есть сначала пир у одного из братьев, потом у другого, и так до семи дней. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и вставая рано утром возносил все сожжения по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все такие дни». Вот это уточнение «во все такие дни», оно показывает, что это был, конечно, не каждый день, а это были вот такие дни, может быть, один или два раза в течение года. Иов понимает, что пиршество молодых людей – это зона риска для их духовного благополучия, для их телесного целомудрия и телесной цельности, и он приносит жертву, имея в виду, что может быть, сыновья мои согрешили, так рассуждает он, и похулили Бога в сердце своем. Что значит в сердце своем? То есть допустили какую-то мысль в самой глубине собственного сердца. То есть Иов хочет, чтобы его дети были чисты до глубины собственного мира, чувств до сердца. Итак, Иов посылал за ними и освящал их, когда завершались семь дней такой седмицы, потому что было семь сыновей. Итак, по окончании семидневного пира Иов отстранял их от жен, и они, конечно, стирали свои одежды, береглись нечистоты, готовясь к принесению жертв всесожжения во имя Господне. Вот такое объяснение нам предлагают древние экзегеты, ибо Иов говорил что значит говорил. Он думал про себя, здесь буквально говорил в сердце своем, в сердце своем, то есть не вслух, почему не вслух, чтобы не оскорбить своих детей недоверием к ним. святитель Григорий Великий Папа Римский пишет, «Почти никакие пиршества не обходятся без греха по причине сладострастия и болтливости». И это действительно так. Пиршество – это зона риска, поэтому надо опасаться праздничных дней, даже религиозных праздников, в том смысле, что иногда люди разговляются так, что теряют все, что они достигли накануне того или иного праздника. Святитель Григорий пишет, «Почти никакие пиршества не обходятся без греха по причине сладострасти и болтливости». Когда говорится, «посылал за ними и освящал их», то ясно показывается, что он дома у себя строго относился к детям, а в их отсутствии беспокоился. То, что необходимо нам понять, обладает достаточно тонким смыслом». Святитель Григорий продолжает, «Так вот, по прошествию дней пиршеств совершалось очищение посредством жертв всесожжения, приносимых в отдельности за каждого. Святой муж, разумеется, очистил детей, так как пиры едва когда-либо справляются без вины. Действительно, любой стол, за которым присутствует вино, развязанные речи, то, что Григорий называет болтливостью, а там, где развязанные речи, там и осуждения, там и нецеломудренные поступки. И после того, как в этой главе рассказывается о жизни Иова, как он заботился не только о своей чистоте, но и о чистоте своих детей, даже до глубин их сердец, стремясь очистить их невысказанные движения мысли, мы видим события на небесах, а в другом духовном мире, в божественном измерении. Это шестой стих первой главы книги Иова. И был день, когда пришли сыны Божии, сыны Божии, это по-еврейски Бней Элагим, предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. Православная толковая Библия уточняет, при благочестии Иова причина постигших его бедствий заключалась не в нем самом, она лежала вне его, в клевете злого Духа, давшие божественному правосудию повод доказать на примере Иова торжество правды и добра над злом. Конец статы. Поэтому, друзья, не будем удивляться, что клевета присутствует в нашей жизни, и мы слышим ее и в свой собственный адрес, и в адрес других людей, если даже на небесах этот древний клеветник, дьявол наговаривает на избранников Божьих. Здесь в этом стихе сказано «Пришли сыны Божьи», то есть ангелы, предстать пред Господа. Предстать – это значит воспевать Бога. «Между ними пришел и сатана». Здесь не сказано, что он пришел предстать, потому что он падший ангел. Святитель Григорий пишет «Постараемся узнать, как среди избранных ангелов мог прийти сатана, который прежде ушел от их жребия, проклятый, изгоняемый гордостью. Но верно сказано, что он пришел среди них, так как он, хотя и потерял блаженство, но не потерял подобную им природу. И хотя он отягчен карою, но поднимается в силу тонкой природы, сказано, что он пришел к Господу среди сынов Божьих, поскольку всемогущий Господь взглядом, которым созерцает все духовное, также видит и сатану в числе тонкой природы». «И был день». И был день, о чем это? Ввиду имеется день, когда это событие произошло. «Пришли сыны Божьи предстать пред Господа». Еще раз посмотрим на этот текст. Но это известно через пророчества. Иов не мог видеть, что происходило на небесах. А пророчества открываются Духом Святым, как сказано, «Никогда пророчества не произносились по воле человеческой, но и зарекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым». То есть никто не мог это подсмотреть, увидеть. Это было записано пророком. «Ал» означает «стоять пред ним». «Лейт Яцев» по-еврейски означает «предстать в суде для защиты или обвинения». И нечто подобное мы видим в книге пророка Даниила 10.13 тут сказано, «Но князь царства Персидского, то есть ангел царства Персидского, стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, это архангел, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских». То есть духовный мир – это мир, где непрерывно вершится суд, и есть свой прокурор, обвинитель, есть свой адвокат, который оправдывает, и есть решение Бога. Что можно позволить прокурору, а что можно позволить адвокату? Мы все все это на весах. Седьмой стих. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Что значит «Я ходил по земле и обошел ее?» Святитель Григорий объясняет, «Обычно хождением вокруг обозначается тщательность труда. Сатана трудясь обошел землю, потому что отказался спокойно пребывать в вышине неба и тем, что он говорит, что не летает, но проходит, он не сказал пролетел землю, он сказал обошел. И тем, что он говорит, что не летает, но проходит, показывает, насколько сильно он подавлен тяжестью греха. Сатана, проходя землю, обошел ее вокруг, так как отпав от того полета духовной силы, он подавлен тяжестью своей злобы и зависти, конечно, вышел кругу работы своей. И смотрите, что пишет апостол Петр, первое послание Петра, пятая глава, восьмой стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. то есть каждый день дьявол и его бесы следят за нами и записывают все наши неправедные деяния, чтобы потом лгать на нас или обвинять нас действительно в том, что имело место быть в нашей жизни. Кстати, людям всегда наиболее тяжелее выслушивать такие обвинения, которые соответствуют правде. И мы читаем далее восьмой стих. «И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, то есть цельный, справедливый, пребывающий в истинности, богобоязненный и удаляющийся от зла». Святитель Григорий пишет, «Это, конечно, не то, чтобы Бог, который есть высочайший и беспредельный дух, или дьявол, который не облечен плотью, подобно людям, проживал бы в формате в формате нашего бытия, чтобы и Бог, и Леон порождали бы звуки голоса посредством дыхания легких и выталкиванием воздуха через орган горла. Но когда непостижимый говорит с невидимым, необходимо, чтобы наш ум, удаляясь от образа человеческого разговора, устремлялся к возвышенному и неведомому способу беседы. Когда мы хотим выразить вовне то, что чувствуем внутри, тогда произносим этим голосом при помощи голосового аппарата, словно за стеной тела мы стоим внутри тайника ума, скрытой от чужих глаз. Но когда мы хотим открыться, тогда как бы выходим через дверь языка, чтобы показать, какие мы внутри. Духовная же природа не такова, так как она не состоит из двух, из ума и тела, ну, как природа человека. Поэтому, когда сообщается, что бестелесная природа говорит, следует понимать, что ее речь не всегда имеет один и тот же вид. Иначе Бог говорит ангелам, иначе ангелы Богу, иначе Бог душам святых, иначе души святых Богу, иначе Бог говорит дьяволу, иначе дьявол говорит Богу. То есть Писание иногда бывает вынуждено предлагать нам рассуждения, понятные для нас. Поэтому не надо воспринимать, что вот дьявол говорит одно, Бог говорит другое. Это напоминает как бы человеческое общение. Конечно, нет. Просто весь библейский материал, он предлагается нам с учетом нашего понятийного аппарата. Так в книге пророка Осия, 11 глава, 4 стих сказано «Узами человеческими влек я их, это Господь говорит, узами любви, и был для них как бы поднимающий ермо с челюсти их и ласково подкладывал пищу им». Что значит, что Бог привлекает нас к себе узами человеческими? Как не то, что Он предлагает нам свои наставления с учетом нашего понятийного аппарата. Поэтому буквально мы это все не представляем. И в понимании древних Господь испытывает на самом деле не всякого человека, а только своих благочестивых. Поэтому Господь здесь не провоцирует сатану. Он, Господь, утруждает тех, кто страшится, давая им исполнить заповеди в трудных условиях. Почему в трудных условиях? Чтобы награда их возрастала. Одно дело, ты исполняешь заповедь на глазах у людей и за это получаешь одобрение людей, а другое дело, ты исполняешь заповедь, несмотря на то, что ее исполнение может вызвать гнев со стороны людей. И вот при том, когда заповедь исполняется в тяжелейших условиях, награда увеличивается многократно. Для чего Господь подвергает испытанию, заранее зная, чем оно кончится? Ведь Бог одинаково владеет и нашим прошлым, и настоящим, и будущим. Это связано с тем, что Бог ищет для нас усовершенствования. Это нужно нам самим, чтобы через трудности, как через некий пылающий огонь, очистить нас от всякой скверны и примеси. Пророк Исаия, 1-я глава, 25-й здесь мы находим такие слова Господа, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое. Свинец добавляли в золото, и это был такой род мошенничества, чтобы количество золота выглядело бы большим, но искусные специалисты, они сразу определяли, что здесь есть примеси, что тут подделка. Так вот, Иов не был подделкой, он был цельным, настоящим, праведным человеком. И мы читаем далее с 9-го по 11-й стих. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле, но прости руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Дьявол в силу своей испорченности, он считает, что Иов так живет благочестиво, потому что он уже получает награду за свое благочестие. Но если у него отнять весь этот достаток, как сейчас Господь отнимает достаток у многих и многих людей, сможет ли этот человек сохранить свою набожность, богобоязненность, благочестие? святитель Григорий двоислов Папа Римский пишет, он будто открыто говорит, имеется в виду сатана, слово сатана означает противник, что удивительного, если тот, кто столько хорошего принял на земле и сам при этом живет невинно, он был бы действительно невинен, если бы пребывал добрым среди несчастья? Почему же он называется великим, если каждое его дело сопровождается многообразной наградой? Лукавый противник, видя, что святой муж хорошо действовал в благополучии, спешит осудить его перед судьею с помощью бедствий? Об этом и в Апокалипсисе сказано голосом ангела. Низвержен клеветник братьев наших, который клеветал на них пред Богом нашим день и ночь. Это Откровение 12.10. То есть однажды этот клеветник, который клевещет на нас и братьев наших перед Богом день и ночь, он будет неизвержен. Григорий Великий продолжает «Священное Писание часто днем называет благоприятное время, а ночью бедственное». Ведь мы выяснили, что он клевещет на детей Божьих и днем, и ночью. «Дьявол потому не перестает обвинять и днем, и ночью, что представляет нас виновными и в благополучии, и в бедствии. Днем обвиняет, показывая, как плохо мы использовали благополучие. Ночью обвиняет, когда показывает, что мы не имеем терпения во время скорбей». И очень многие люди на нашей планете жили беспечно, пока не началась пандемия и все то, что с этим связано. Многие потеряли работу, у многих разрушился их бизнес. Но если человек является верующим в Бога, не потому, что Бог ему все дал, и не потому, что Бог у него все отнял, а потому, что Бог есть Бог, и человек об этом помнит в достатке или в нищете. Внешние перемены никак не скажутся тогда на религиозности такого человека. Поэтому Бог посылает испытания не только отдельным людям, но и целой планете, на которой мы живем. Сейчас вся наша планета это как один коллективный Иов, на здоровье которого покушается дьявол, сатана, но не может это сделать, если Господь не разрешит ему в том объеме, в каком он хочет это сделать. И мы читаем 12 стих, «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Вот здесь раскрывается удивительный механизм, как Бог одинаково контролирует в этом мире и добро, и зло. Взаимоотношения между Богом и дьяволом это не перетягивание каната, нет. Сказано, бесы веруют и трепещут. Дьявол клеветник, он наговаривает на нас, но что-то сделать он может только с попущения Бога. И давайте посмотрим, что пишет святитель Григорий. В словах Господа следует видеть раздаяние святой любви, как Он, Господь, и позволяет действовать нашему врагу, и удерживает его, и попускает, и обуздывает, позволяет нечто для искушения, чтобы нас усовершенствовать, но удерживает от прочего все, что Он имеет в руке твоей, только на Него не простирай руки твои, то есть даже разрешая что-то дьяволу, Господь ставит для него пределы, условия. Григорий продолжает, отдает имущество, Господь как бы отдает имущество Иова, но защищает его тело, хотя позже и оно, тело, также будет предано Искусителю. Бог не допускает врага ко всему одновременно, чтобы он не сокрушил раба, поражая его со всех сторон. Когда на долю избранного выпадет множество зла, то они по удивительной благодати Творца распределяются во времени эти злобные против нас проявления, чтобы по отдельности можно было перенести то или иное искушение. И это именно так. Поэтому апостол Павел говорит, эту ссылку дает святитель Григорий. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перевести». Теперь посмотрим на эту фразу, которую мы прочитали, «И отошел сатана от лица Господня». Как вот эти слова поясняет святитель Григорий в своих моралиях на книгу Иова. «Как же вышел сатана от того, кто нигде не пребывает телесно и всюду присутствует своей беспредельной сущностью? Пока сатана подавленной силой святостью словно стоял пред лицом Божьим, он не имел силы осуществлять желание своей злобы. Но он вышел от лица Господа, то есть освобожденный Богом, от тесноты внутреннего воздержания перешел к осуществлению своего желания. Вышел от лица Господа, поскольку злая воля, освобожденная от уз дисциплины, приступила к делу. Когда он, как сказано, не мог выполнить то, что желал, то как будто бы стоял пред лицом Господа, поскольку божественная благодать удерживала действие его злобы. Но ушел от его Господа лица, так как, получив возможность искушать, устремился к осуществлению своей злобы. То есть в этом мире Бог управляет и добром, и злом, и свет, и тьма, все находится под его божественным контролем. И если происходит что-то такое, что нам представляется совершенно невыносимо, это не значит, что это произошло не без воли Бога. Поэтому не надо спрашивать за что, надо спрашивать для чего Господи Ты все это посылаешь нам. И далее мы читаем о том, как дьявол, получивший разрешение от Бога, начинает действовать. С 13 стиха и ниже. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего». И вот приходит вестник к Иову и говорит, «Валы орали, то есть пахали, и ослицы паслись подли них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой, то есть приходит к Иову, и сказывает, «Сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего». «И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвести тебе». Иов теряет все, чем человек может дорожить в этой жизни, как и сейчас многие теряют и уже потеряли многое из того, что очень дорого им было в этой жизни, и они не могут понять, почему так происходит. Святитель Григорий, двоислов Папа Римский, Григорий Великий пишет, «Поскольку Иов не был сражен одной скорбью, то уязвляется дважды и трижды, чтобы быть пораженным в самое сердце». И так сказано о враждебности совьян, о божественном наказании огнем с неба, о том, что люди опять похищают верблюдов и убивают отроков, а божественный гнев вновь нападает, когда ворвавшийся ветер сотрясает углы дома и убивает детей, так как известно, что без вышней воли стихии не могут колебаться, то подразумевается, что против Иова направляет стихии тот, кто разрешает им двигаться. И так мы выяснили, что сообщают о зле, сообщают много, сообщают внезапно, один за другим, но когда он прежде возвестил о бедствиях, то спокойному до сих пор сердцу нанес рану, как здоровые части тела, когда же вновь нападает, поражая ударами сердца, то сверху старых ран наносит новую, чтобы побудить кропоту. Бог испытывает этого человека. Бог это делает не с целью распознать его характер. В глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Бог делает это с одной целью усовершенствовать этого человека. И смотрите, какие действия Иова после того, как печальные вестники сообщили ему о всем произошедшем. 20 стих по 21 «Тогда Иов встал, то есть он оставляет как бы благополучие расслабленного положения тела, он встает и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, сбрил волосы и пал на землю и поклонился». «И сказал, «Нак я вышел из чьего матери моей, нак и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно». Почему он раздирает одежду? Потому что человек, когда он рождается в этот мир, он приходит нагим, почему он остригает или сбривает волосы, потому что человек рождается, как правило, без волос или их совсем мало, он как бы показывает ту изначальную наготу, в которой он явился в этот мир и говорит, «Нак я вышел из чьего матери моей, нак и возвращусь, Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно». Легко благодарить Бога за благополучие. Я помню, когда я поступал в семинарию, это было в советские времена, я очень волновался, тогда на одно место было много людей, там, пять, шесть, семь человек, до десяти человек на одно место. Я помню, когда зачитывали списки поступивших и назвали мою фамилию, я сразу прочитал внутреннюю молитву. Но когда мы все теряем, сможем ли мы так же торжественно благословлять Бога? Святитель Иоанн Златовуст в своих комментариях на книгу Иова пишет, «Не думай, возлюбленный, что этот поступок означает поражение», ну, то, что он разодрал свою одежду, выстрег волосы, «Скорее, это знак победы, но если бы он ничего не сделал, то оказался бы бесчувственным, но ныне он одновременно и любомудрый, и отец, и богобоязненный, ибо чем он был омрачен? Он оплакивает не детей и не погибель скота, но способ их кончины». Понятно, что все рано или поздно умрут, но не так рано. Кого не потрясло бы это? Какого мужественного человека не потрясло бы это? Ведь даже Павел испытывал сокрушение при виде слез, говоря, что вы делаете, что плачете и сокрушаете сердце мое, здесь Златоуст ссылается на книгу Деяния Святых Апостолов, 21 глава, 13 стих. Златоуст продолжает. «Но потому он и был дивен так же, как и Иов дивен, потому что, хотя страдание внуждало его поступать так и страдать, он не произнес ничего терзкого». Поистине, когда мы теряем молодых людей, наших детей, внуков, братьев, сестер, мы чувствуем боль на уровне даже нашего собственного тела, когда не только душою, но и органически ощущаешь эту потерю, как будто потерял часть собственной плоти. Но, с другой стороны, каждый день, который мы проводили с теми, которых любим, никто не отымет у нас. И мы благодарны Богу за то, что у нас были эти дети, эти братья, эти сестры, эти отцы, матери, бабушки, прабабушки. Да, они ушли, но тот свет, который они посели в нашей душе, остается благословением для нас. Ефрем Сирин в своих комментариях на книгу Иова он пишет, «Слова эти то, что Иов сказал, Бог дал, Бог взял». Означают, что Иов не был покрыт преступлениями и злодействами, потому и вернулся бы наг, то есть чист и невинен в чрево матери. Он столь стоик был в своей искренности, что легко себе представить, он никогда не уклонялся от праведности и никогда впредь не променял бы добродетель на порог. Вот здесь Ефрем Сирин предлагает другое объяснение, почему он разодрал одежду, как бы открыл свою ноготу и состриг волосы, бороду состриг, или как там это было, чтобы показать, я готов открыть все, вот мое лицо без этих завитков красивой прически богатого человека, вот моя грудь, вот мои руки, мои ноги, я не нахожу как бы причины, но я принимаю все это из рук Божьих. И если мы принимаем из рук Божьих исцеление, возвращение наших родных и близких, если мы с радостью принимаем детей, которые рождаются, наших детей, как полученных от Бога, мы должны учиться принимать с благодарностью от Бога все, что Он нам не пошлет бы. И окончание этой главы, 22 стих, во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Давайте посмотрим, что пишет Исихий Иерусалимский от его Гамилии на книгу Иова. Во всем этом не согрешил Иов, значит, он был чист от греха, либо сошедшего с языка, либо родившегося в мысли, но воздавал хвалу Богу словами, созвучными его помышлениям, действительно не произнес ничего неразумного о Боге, то есть он не обвиняет волю Божью, не возмущается домостроительством Творца и не видит неразумного в том, что случилось с ним. Иов не верил, что праведники предаются в руки грешников. То есть Иов понимал, что если Бог это нам посылает, эту боль, это страдание, эти проблемы, он знает для чего и зачем. Мы видим только тот отрезок пути, который проходим, но мы не видим, куда ведет нас этот путь. Путь иногда лежит через страдания, через испытания, через физическую и душевную боль, но только один Бог, о котором сказано, что мы им живем, движемся и существуем, он знает, для чего мы живем и в какую сторону мы движемся и почему мы еще существуем. Итак, друзья, сегодня мы изучили первую главу книги Иова. Это будет цикл бесед в период пандемии с учетом тех сложностей, с которыми люди сталкиваются в эти дни в планетарном масштабе. И главный вопрос, на который мы должны ответить, читая эту книгу, почему же действительно страдает праведный и благоденствует грешник? Почему в апокалипсисе сказано, что Господь попустит зверю антихристу победить святых? Почему разочарования, скорби, переживания церковных людей достигли предела, все в смятении? Попытаемся на примере этой удивительной книги отвечать на эти вопросы с помощью отцов церкви и учителей церкви. В эти сложные дни, друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, и молитесь за нас, которые трудятся на библейском портале Экзегет, чтобы наше служение Слово продолжало бы совершаться беспрепятственно и достигало бы вашего сознания. С Богом! Субтитры Семен Субтитры Субтитры